Две недели назад позвонил мне по телефону и говорит, Артур, ты анонизмом занимаешься? Я говорю, а что такое, папа? Какая разница? Он говорит, смотри, будешь заниматься анонизмом, у тебя будет Паркинсон. То есть интересно. Анонизм и Паркинсон. Паркинсон знаете? Что? Две недели назад. В детстве ни слова. Вот сейчас первый раз. Первый раз. Значит, у тебя будет Паркинсон. Хорошо. Я попытался выяснить, что такое Паркинсон. Как это связано. Ну как это связано. Для начала, что такое Паркинсон. Оказывается, эта болезнь называлась хореей раньше. И я нашел уникальную любительскую съемку. Она без звука. Вот девочка больная хореей. Это страна в Центральной Азии. Видно, как она идет. Очень красиво идет. Не знаю, видно ли, как двигаются люди. Вот какая-то связь есть, согласитесь, да? Что-то он уловил. Вот. И вот еще. Понимаете, что это? Вот то, что, видите, сейчас происходит не по воле человека. То, что происходит, она к этому отношения не имеет. То есть, тело не слушается человека. Оно живет своей жизнью. Это очень красиво. Я понял. Я понял, что это красиво. Когда тело не живет, живет своей жизнью, начинает жить своей жизнью, само двигаться. Это очень красиво. Я увидел, что это очень красиво. А потом я узнал, кто такой Паркинсон. Вы слышали название? Оказывается, он не был врачом совсем. Он, когда отец маленький повел его на прогулку, увидел... Не мой отец, отец Паркинсона. Но это все связано. Все отцы связаны. Он увидел этих людей, которые трясутся. И он сказал, папа, что это такое? И папа сказал, что это больной человек. И когда говорят о ком-то, что он больной человек, хотят, ну, скорее избавиться от ребенка. Когда ребенок спрашивает, а ему отвечают, что этот человек больной, хотят от него отделаться поскорее, чтобы ребенок больше не задавал вопросов, чтобы у ребенка больше не было никакого к этому явлению интереса. Отбить интерес. Больной, все. Но он сказал один раз, больной, один раз. И этого оказалось мало. Интерес никуда не пропал. И он стал наблюдать за этими людьми, находить их и наблюдать. А потом, когда ему было уже лет 15, он стал знакомиться с этими людьми, звать их к себе домой. И он не мог без них жить. Он начал описывать их жизнь. Ну, как их жизнь? Описывать то, что видели его глаза. Вот как они ходят. Как они разговаривают. Как они засыпают. Он брал таких людей к себе на ночлег. Они спали. И во сне начинали двигаться. И он это все описывал. И все, что сегодня известно о Паркинсоне, известно вот от него. Он врачом не был. Он только наблюдал. Он только наблюдал за этими людьми. И оставил много-много-много томов рукописей. Наука никуда не продвинулась. Вот все, что известно об этой болезни, это вот причина ее неизвестна. Известны только вот симптомы. И все они есть у него. Это все им описано. И ему это очень нравилось. Он находил в этом тоже красоту очень большую. Для себя. Он мог смотреть на это и смотреть, и смотреть. Что? Любовался, да. Любовался всю жизнь. Отец. Да. Так отец говорит, что вот у меня будет вот, если я буду этим заниматься, вот у меня будет что-то такое. И я получил... Что? Почему что? Запугал? Запугал? Я не расслышал слова. Что? А он меня не запугал. Если бы я был маленький, он бы меня запугал. А сейчас он меня не запугал. Наоборот, он мне открыл глаза. Я увидел тоже, как это все красиво. Я понял Паркинсона. Почему Паркинсону это так понравилось. Я увидел эти съемки. И там был маленький... Нет, не маленький, что я говорю. Уже не маленький. Троллейбусы в советское время, они были все забиты людьми. Они ходили нерегулярно и всегда были забиты людьми. И в троллейбусе кричала женщина. Кричала, но она что-то видела свое и кричала. И мужчина ехал рядом со мной с девочкой. И девочка на руках. Девочка спросила, что с тетей? Что за тетя? Она говорит, тетя больна. Тетя больна. И он повторял это слово. Отец Паркинсона, он его один раз только сказал, больная. Это больной человек. А он сказал это много-много раз. Вот я ехал, я был прижат к ним. Я был к ним прижат и он и повторял, тетя больная, больная, тетя больная, больная. И много раз больная, больная. Чтобы отбить всякий интерес. То есть фактически он ее задушил. Нет, он ее не задушил физически, но он ее задушил. И я понял, что в каждом из нас есть вот этот отец, есть его дочка. В каждом из нас. И дело в том, что отец живет долго. А век вот этой девочки, он очень короток. Ну, она не живет долго. Понятно? Но девочка не живет долго. Она становится девушкой, женщиной. Очень мало времени. Многие из них, они потом им внушили, что они мучаются. Как бы им объяснили, что это мучение. Ведь мы мучаемся, но не чувствуем. Мы привыкли к этим мучениям. Ну, ходим, выходим, моемся, одеваемся, встаем. Ходим. Мучения же, да? Но мы к ним привыкли. И там еще работа, заработок. Так и там. Много людей, которых он звал к себе и устраивал у себя на ночлег, говорили, что мы несчастны. А некоторые не понимали вообще, что они несчастны или нет. Они просто такие. Вот если вы посмотрели, трудно. Вот эта девушка, которая шла, она не несчастна. Она такая. Она такая. Ее тело не… Оно вот само живет и все. Поэтому все больные, ну, так их назовем, больные Паркинсоном, они проходят по линии психиатрии. Они все психическими больными считаются, потому что у них раздвоение личности. Как? Что? Конечно, ну, конечно. У них просто тело двигается. Само по себе. И на этом основании их… Они… У них психический статус больных. Но они не больные. Они обычные люди. Просто у них тело живет своей жизнью. Ну, мое тело, оно… Не живет своей жизнью. А почему-то мой отец думал, что если я буду это делать, оно начнет жить своей жизнью. А вот… Я знаю, что это мои руки, мои ноги, и они никуда от меня не денутся. Это был старый… Это в детстве, значит, детство там. Тогда был старый еврей, а мне было лет 12. И я проходил мимо окон бывшей еврейской больницы. В советское время это просто больница. Ее окна выходили на улицу. Чтобы навестить больного, не нужно было заходить в больницу. И ты проходил по улице и открывал окно. Вернее, окна были уже открыты. Не знаю, понятно ли, да? То есть палата – это окна. И он сидел за окном на койке. Там было много койок рядом. И у него не было ноги. Он говорил, что это… Не было ноги. Он говорил, Бог отнял у меня ногу. Я знаю, за что. Что он сделал потом? После этого, после этой встречи я не видел его много лет. Я уже вырос, уже взрослый человек. И я его увидел. Он был на одной ноге. Одной ноги не было. Что он сделал? Вот сразу после того, как я его увидел с одной ногой. Он очень быстро вышел из больницы. Но он, значит, сразу, как только ему отрезали ногу, как только он пришел в сознание, нет. Он даже раньше, раньше, еще до того, как ему отрезали ногу, он уже договорился, чтобы ее никуда не… Обычно ее выбрасывают, сказать, ну там печь, и отрезанные руки, ноги выбрасывают. И выбрасывают. И выбрасывают. А он договорился, и обязательно должны выбросить. А он договорился, чтобы не выбрасывали. И чтобы ему продали ее. Ну, за деньги. И он купил свою ногу за деньги. У них, у врачей. Потом сверток вышел, ну, пошел, как, ну, как вышел, как… Когда он вышел из больницы, он вышел с этой ногой. И как, не знаю, нес ее, как там, ребенка из роддома. И пошел на еврейское кладбище. Там у него тоже, у него тоже уже была договоренность. На кладбище никого не хоронили. Но для него там сделали яму, сделали надгробие. И он похоронил там эту ногу. Что? Сейчас скажу. Похоронил ногу, похоронил ногу. И там были такие, на надгробном камне была надпись. Его фамилия, значит, фамилия, фамилию его я, фамилию его не помню. Значит, Израиль, отчество, не помню. Годы рождения, год рождения и год смерти ноги. И понятно, что нога родилась вместе с ним, а скончалась, да. Там, значит, лежала нога, и ничего, что это нога, не было написано. Я не знал, что эта могила существует, и что он ходит, ее навещает. То есть он ходил к своей ноге. Зачем он это сделал? Понимаете? Он тоже перестал, он понял, видимо, я так думаю, он понял, он понял, что нельзя тело, ну, тело это, нельзя тело обзывать я. Вот как-то, вот, если нога, вот, от я, вот, отделили ногу, похоронили. Значит, это уже не я. Он ходил с ощущением, он же потом ходил по городу, жил, он не сразу, он не умер быстро, он прожил какое-то количество лет. Он ходил, зная, что его нога в могиле. Вот есть изречение «одной ногой в могиле», да? Такая знаменитая, да? Ну, как знаменитая, известная. Но люди, которые так говорят, а, я одной ногой в могиле уже, или он уже одной ногой в могиле. Это же лукавство. На самом деле, люди стоят на ногах, держатся, так сказать, руками за жизнь. И никто не, одной в могиле, это не правда. А вот у него это правда. Он действительно жил, у него действительно жил с одной ногой в могиле. У него нога в могиле была. И нога была в могиле, а сам он ходил по городу. То есть это ощущение, где я. Видите, как оно плавает. Вот у меня границы я есть, да? А вот тут она тоже плавает, но по-другому. Потому что их тело их не слушается. А у него одна нога в могиле была. Фактически он еще с фантомными болями, не забывайте, фантомные боли, знаете, да? То есть как-то ноги нет, а она болит. Руки нет, а она болит. Он ходил и с болью вот этой, с болью. Секунду. Всех его родственников расстреляли. Евреи они были. И всех их просто собрали, вывели за город. И место есть там. И всех расстреляли. Ну, выкопали яму, расстреляли. Ему было мало лет, он спасся. Там дети, были дети, которые спаслись. И все родственники погибли. Вот, смотрите, есть. Я не знаю, что это для него яма. Еврейская яма. Что это такое? Еврейская яма. Это вот все вот эти голые тела, да? Сброшенные в яму. Убитые, сброшенные в яму. Его родственники. Понимаете? Он держал там ногу. Вместе с ними. Ну, у них. В них, я не знаю. Его нога была с ними. Для него. Он все время о них думал. Они были у него в голове. Он засунул ногу в яму. И с этой ямой, собственно, ходил по городу. Но он ходил, чувствуя боль. Чувствуя боль в земле. Он ходил по городу. Это было... Это что? Нормально? Думаю, это... Какой смысл? Нормально. Нормально. Если он это делает, да. Если он это может делать, значит, это нормально. Не-не-не. Нормально, нормально. Не-не-не. Если... Сейчас скажу. Это хороший вопрос. Если он это делает... Секунду, секунду. Если он это делает, да. Если он это знает, как делать. И может делать, да. Значит, это нормально. Если он так... Значит, это нормально. Если это... Если это... Если он это может. Вот я так не могу. Я бы не смог так жить. Жить, ходить по улице с ногой в могиле. А он может. Он... Все, значит... Его я это позволяет. А нормально, там, если тело дергается. Нормально? Ну, нормально. Тоже нормально. Тоже нормально. Если человек так живет. Если человек так живет, значит, это нормально. А... Нормально. Ну, вот у него нет рук, да, допустим, я открыл. Он курит ногой. Нормально это или нет? Нормально. Что? А, я вас не понял. А, не понял. Не понял. Не понял. А вы поняли то, что я сказал, нет? Да. Вот это... Вот это очень нормально. Вот еще нормально. Это мужчина в расцвете сил. Очень красивый мужчина, видите? А у него руки и ноги не действуют. Но тоже... Здесь кавычки вообще, кавычки, без кавычек, здесь все не имеет значения. Это очень красиво. То есть у него руки, видите, что с руками и с ногами, они прижаты к его телу. Фактически это кусок глины. Кувшин, который достали из земли. Индус, ну, до средних лет, там, может, 20-30 лет ему. Ну, средний возраст для Индии. Значит, там вот эта мыска, туда бросают ему, видите, какие-то монетки и там кожура от банана. И... Не знаю, плохо видно, да? Понимаете? И... И видите, да, птичка? Птичка его кормит. Видите, она как... Ну, как... Как еще это назвать? Это любовь, чистая любовь. Он живет в любви, понимаете? В любви. Но он живет с птичкой с этой. Давайте... Здесь просто мне тяжело переворачивать эти, сказать, заходить. Здесь у меня много этих папок. Я их с ответами такими на все вопросы. Сейчас, секунду. Ну, вот, пожалуй, ответ на вопрос. Сейчас. Да-да? Ну, для начала так скажу. Вот, видите, это психиатрическая больница, 45-й год, Нью-Йорк. Значит, женское отделение. Я их видел много лет назад. А потом... После того, как я увидел это стихотворение, это японская... И женщина японка написала в третьем веке. Я посмотрел другими глазами на это. Растрепанные волосы. Никак расчесать не могу их. Больна от любви. Кто станет глядеть на меня? Когда ты захочешь узнать, как грущу о тебе, взгляни, как свободен стал пояс на платье моем. То есть, узнать, как грущу о тебе, взгляни... Ну, она вся и сохла уже, да? Взгляни, как свободен стал пояс на платье моем. Видите, я... Пояс, я вспомнил, что где-то я его видел. И потом вспомнил, что видел его на этом снимке, в этом кадре. Ну, видите пояс. У меня, да, у меня проснулось очень сильное желание. Вот тут есть... Ну, вот это кадр из... Ну, знаете, да? Это драйер «Страсти Жанны Дарк». Это крупный план, ноги. Значит, когда я увидел впервые этот кадр, я испугался тоже. Вот в детстве видел женщину, значит, нашла по городу. У нее умер муж, молодой человек. У них была собака, она отпустила собаку и взяла цепь собаки. Одела себе на ноги и так ходила по городу, уже после его смерти. И говорила, что это рыцарский пояс верности моего мужа. Вот такая красота такая. То есть она ходила по городу. Рыцарский пояс верности, он на чреслах, да? Он закрывает орган. А у нее он был на ногах. Вот она ходила с ним. Когда он был у нее на ногах, и она его чувствовала, он в это время был у него на чреслах. Как он выглядел у него, неизвестно. У нее он выглядел как цепь на ногах. И вот она ходила с цепью на ногах по городу. И вот он пояс. Она же от любви сюда попала, да? Сошла с ума. Не сошла с ума, а отказалась жить, куда-то идти, чего-то добиваться, к чему-то стремиться. Потеряла ко всему интерес. И пояс на ней. Я вижу пояс. Камера мне показывает пояс. Я в него влюбляюсь. Вы спросили о сексуальном акте или нет? Сейчас надо подумать. Вы понимаете, как вам сказать? Сейчас скажу. Понимаете? Сейчас я скажу. Понимаете? Все, что я сейчас скажу вам, если я скажу да, да, нет, нет, это будет неправда. Вы понимаете? Я не знаю. Я не знаю. Я испытываю очень сильное чувство, когда смотрю сейчас на это. Вот это мой секс сейчас. Я о нем могу говорить, но это у меня происходит. Я это смотрю. Я не могу показать вам это в темноте. И это нельзя смотреть при свете. Это нельзя смотреть в таком формате. Это надо видеть перед собой. Понимаете? Я испытываю очень сильное чувство сейчас. Не сейчас, но когда я один. И я смотрю на это. Я не могу говорить о том, что было бы в реальности. Вы спрашиваете, в реальности. Я не знаю. Я же не знаю, что со мной стало бы в реальности. В той реальности. Я говорю, что в этой реальности происходит со мной. Можно вопрос, да? Да, да. Вы сняли фильм, я не помню, как называется, в одном комнате. Очень давно смотрел. Где край, когда начинается поэзия? Это же кино. Это романтизация, в принципе. Что? Я хочу знать, где тот край, когда начинал. Это же кино. Это же не документальное кино. Если бы даже это было документальное кино. Есть эта романтизация. Их жизни. Вы думаете, возможно, что они счастливы? Я точно не знаю. Я хочу сказать, где начинается поэзия? Начинается кино. Неправильный вопрос? Нет. Но это общие слова, поэзия. Сейчас, секундочку. Вы же не думаете, что описываете точно, что они чувствуют. Они счастливы и так далее. Знаете, стихотворение Амара Хайяма. Ну, это поэзия. Этот кувшин, как и я был несчастным влюбленным, был в плену у завитков кудрей красавицы. Был в плену у завитков кудрей красавицы. И эта ручка, которую ты видишь на горлышке, ручка кувшина, та самая рука, которая обнимала шею возлюбленной. Я, когда читаю это, я не вижу поэзии. Понимаете? А когда я смотрю на это, вот на это, я вижу поэзию. Больше того, я вижу это же, я вижу перевод, я вижу перевод этого стихотворения. А это ручка, которую ты видишь на горлышке, та самая рука, которая обнимала шею возлюбленной. Это вот психический статус больного. Это из журнала, мне медсестра перефотографировала. В сознании, значит, продуктивного, вот это-то-то-то-то-то-то-то-то. Вот. Высказывает, значит, мышление аморфное, высказывает идеи воздействия, преследования. И дальше цитата. Это воздействие шизофренического, телепатического воздействия преступно-уголовной грязи земли. Это говорит человек. Которая может мыслить, констатирует грязные земляные голоса, которые мешают спать, читают мои мысли, насилуют мои ноги. Это говорит, ну, житель психбольницы. Я вижу в этом, ну, для меня это поэзия. Очень сильная. Ну, Ну, для меня она там, где ее нет, как бы. Ну, нет, в смысле, нет, стихотворчества нет. Поэзия – это не стихотворчество. Понятно, разница, нет? Поэзия, а есть стихотворчество. Ну, стихотворчество, оно неинтересно. Да, можно сказать, стихотворчество убивает поэзию. Ну, вот, у меня вот эта поэзия. Да, ну, это, извините, это как-то искажает. Что искажает? Реально их существование. Это для вас, да? Нет, наоборот. То есть вы не романтизируете. Вот в этом суть моего вопроса. Вы пытаетесь нереально входить в их сущность или просто это романтизировано? Нет, ни в коем случае. Просто надо отдаться. Просто, вот вы сказали, может, так, спал бы я вот с ним или с ней, да, если бы был там. Нет, я не знаю, я повторяю. Я могу отдаться только этому. Вот если так отдадитесь этому, значит, камере, да, что своей камере, не его камере, это снял просто любитель на улице. В 47-м или 48-м году в Лондоне. Вы, если отдадитесь своей камере, понимаете, то получите ответ на вопрос, на свой вопрос. Ну, просто отдадитесь тому, что есть. Женщина, честно, потеряла ноги во время, во время или ну, они же тоже работали в Англии на военных заводах. Или она потеряла ногу на заводе, ноги на заводе или под бомбой во время налета. Без ног осталось. Чистит обувь. Подошел мужчина, да, как она оделась, да, как она ходит, да, на работу, какая, как она причесывается, да, как она выглядит, да. Вот. и чистит обувь. Мужчина подошел, зонтик, нога, ботинок. Ну и дальше. Дальше идти, как бы все понятно, да? А если пойти еще дальше? Чистит же чистит же до блеска, да? До зеркального блеска. Вы понимаете, нет? До зеркального блеска. То есть до зеркального блеска. Она в зеркало смотрит. Она в зеркало смотрит. Ну, в его ботинок. И это только второй шаг, как бы вторая нога. А там есть, можно делать третий шаг. Я не хочу говорить просто. но я не хочу говорить, потому что это может показаться, что это страшно. Но там есть место и ну, чтобы занести и вторую ногу, и третью, и еще один шаг, сделать еще один шаг. и там громадное, громадное чувство живет. там уже тело не нужно, собственно, понимаете? А секс. Там тело не нужно уже. Там тела уже нет. Там нечем заниматься сексом. Там сливаешься просто. Но это дальше. Это надо надо сделать один шаг, еще один шаг, и еще один шаг. И вот как и вот это страшно, потому что воображение сделать просто один шаг, второй шаг, это очень страшно. как правило, мы думаем, что там где наше тело обитает страшно, что да, тело боится, потому что все представляет опасность. И тут значит мы следим за каждым своим шагом. Но на самом деле страшно нам не тут, где наше тело, а страшно воображение. Вот вы проверьте, проверьте себя, проверьте. Ну да, я себя проверил и пришел к такому выводу, что я больше боялся воображения, чем в жизни. Воображение сделать шаг очень страшно. Не знаю, воображение страшно. Хотя казалось бы голова, да, вы можете делать все, что угодно там, да, никто не запрещает, никто не видит, никто не тронет. Свобода полная. И вот воображение страшнее всего. Там не можем сделать шага. Видели у него нет? Рук, ног, ничего. Птичка его кормит. Вот нет, воображения нет, 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 нет никакой свободы. Хотя казалось бы, там ее сколько угодно. Все, 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 что хотите. Любое ваше желание. А нет, там страшно шагу сделать. Документальный фильм в 62 году. Девушка сняла фильм «Иранг». И через год она погибла в автомобильной катастрофе. Она сняла один фильм. Это самый красивый фильм в мире. Хотя снят он в Лепрозоре. Вот кадр из этого фильма. Сейчас камера выйдет на крупный план. это происходит в течение может быть трех секунд. Раз, два, три. У нее изменился взгляд. Она опустила глаза. зеркало, да? Она не боится в него смотреть. Она прокаженная. Вот тот, кто там, кого она там видит, она видит себя. Но поскольку она не боится на себя смотреть, она видит того, кто смотрит на нее. Она не боится на себя смотреть. Совершенно верно. Она любуется собой. Она любуется собой. Больше того, нет. Она тот, кто на нее смотрит, любуется ей. Понимаете? Ну, судьба ее изуродовала. Бог ее изуродовал. Бог ее изуродовал. Позволил ее изуродовать. Судьба ее изуродовала. Бог позволил ее изуродовать. Бог ее изуродовал. Он ей любуется. Она ему нравится такое. Камера ее ловит на этом. Вернее, не камера ловит, а она ловит Бога на том, что он ей любуется. Она поймала Бога за глаза. Ну, не за яйца, а за глаза. Ну, вот это это я, так сказать, ну, читаю глазами, как поэзию. Поэзия запретна. Абсолютно запретна. Иначе она не поэзия. Любоваться нельзя, а она любуется. мурашки, бегут по коже. Но она прекрасна. Дело в том, что сам я этого не вижу. Это может камера увидеть. Вот если я это снимаю, допустим, а потом проявляю пленку, я это вижу. А когда я смотрю глазами, я не вижу. Это... Но... Ну, у кого есть камера, вот не камера, а у кого есть своя камера, он видит больше. Но, понимаете, это кто-то, это не человек включает камеру, кто-то включает камеру ему. У него есть камера, и она включается. Но эта камера не устройство, механическое устройство, а его камера, когда, скажем, я говорю там, вот моя камера видит так, или моя камера видит так, я говорю о своей камере. Ну, не я вижу так, а моя камера видит так, камеры. И вот я не знаю, что включит мою камеру, когда я иду. Ну, вот некая смерть, скажем так, включает камеру. Вот некая... Вот... Смерть, то, что прерывает жизнь, прерывает поток жизни такой. Механический, биологический поток жизни. Смерть включает камеру, и вдруг, я не знаю, ну, начинается это бесплёночное кино. Ну, фотографы, поскольку это самый простой способ получить изображение на плёнке, да, фотография, то есть, это может любой человек, да, если для кино нужна группа, там, или нужна плёнка, которая больше плёнки, и дороже камеры, да, то получить изображение на самое элементарное изображение, за даром, да, и просто, проще не бывает, получить можно фотоаппаратом. И вот фотографы это знают, что лучшие снимки, они не понимают, кто им, кто, вот кто, вот как эти, больные хореи, тело движется само по себе, вот кто-то включил их камеру. Нет, они как бы помнят, когда они включили камеру, могут объяснить, почему, но это не правда. Это только объяснение. Это чтобы так, не сойти с ума, да, что я вот был на этом месте, я увидел этого человека, и я решил его снять. Но это обман. Это он так оформляет всё, чтобы для психиатра, чтобы остаться в норме. Но это неправда. Сейчас. Да я не знаю, это очень многие говорили примерно одни и те же слова, что я не знал, как я сделал тот или иной снимок. Я просто шёл, я шёл за камерой. Ну, буквально, почти буквально. Он просто спрыгнул с поезда. Вы сделаете снимок, он проявил, он и ехал куда-то, и потом увидел, его выкинуло. Он не помнит. Он, ну, как человек, выбрасывается из вагона, да, бросается под машину, бросается под поезд, значит, выпрыгивает из поезда, да, выбрасывается из поезда, да, и вот он выбросился из поезда. То есть все вокруг, ну, не вокруг, а в поезде видели, что он выбросился из поезда. Ну, для протокола это, так сказать, ну, верно, да, он выбросился по факту. Если бы его сфотографировали, значит, это было бы доказательством того, что он выбросился из поезда, но невозможно сфотографировать, что его выбросили из поезда, а никто не выбрасывал, никого не было рядом. Его выбросило, выбросили, а выбросило из поезда. Две ноги, они не были сломаны, но они были повреждены, обе ноги. Он увидел вот это, и он делает еще несколько шагов и делает снимок, чтобы снять, как старуха хоронит своего кота. Просто. Вот старуха с котом. Кот умирает. Она берет лопату и идет его хоронить. Он не понимает, что это было. Такая хорея. То есть он едет, смотрит в окно, потом бежит и выбрасывается. Потом делает этот снимок. А потом просто падает. Потому что стоять не может. Что это? Дело в том, что все это есть на самом деле, все это есть во взгляде этой камеры, которая это увидела. Все это вот вся эта хорея, все то, что с его телом происходило, все, что его толкнуло, выбросило, заставило идти, а потом снять. тут никакого никакого, 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 никакого там мужества, божьей сохранения. Это все глупость. Какое мужество? его камера готова была включиться в любой момент. И вот кто-то ее включил. Ну, она ее и включила вот своей лопатой, когда копала могилу. Включила его камеру и он его выбросило из поезда. Поезда шел на большой скорости. Он выбегает в тамбур, открывает дверь и выбрасывается. Доходит и делает снимок. Зачем? Это вопрос без ответа. Зачем? Тут очень сильная любовь такая, да? Можно сказать, что это ну что такое любовь? Мы не знаем, да? Только тут это синоним просто тайны. Что? Ну, не знаю. нет, мы видим любовь, конечно, сильную, очень сильную любовь, да? Любила кота, кот любит ее, да? А что с ним было, как он сделал этот снимок, это тоже, что это его выбросило, мы не знаем. Тоже любовь, но это, видите, больше ничего сказать нельзя. Ну, я прихожу к поводу, что самое, ну, в кино то же самое, везде, где, где живет пленка, да, и изображение жизни на пленке, да, везде участвует, вот вы видите, участвует кто-то, плохо видно, видите, плохо видно, участвует кто-то еще. Вот он, этот снимок просто сделан без, он не ставил никаких художественных задач этим снимкам, никаких, абсолютно. но видите, какие, опять же, я говорю, не видно, если вы посмотрите все это, вот нет возможностей, волшебство это, его не видно, они, есть левитация просто, они висят в воздухе, спящие дети, просто. Он снимает, он снимает по заданию бедность в Голландии на момент освобождения, конца войны, в первый день, в первые дни после войны. И тоже, как он делает эту снимку, он объяснить не может. Все, что я накопал, на меня тоже интересовало все это, как это все происходит, непонятно, все происходит уже во время проявки. То есть, человек проявляет, он проявляет пленку и видит это. И как он это снял, он не понимает. Ну, да, похожая, похожая ситуация. Только тут, там он видит убийство, а тут все-таки убийство, это действие вот такое. Ну, криминал. А тут что-то неземное. Нет, спросили, зависит, что зависит, как много зависит от человека, много зависит, но больше зависит от камеры от камеры Не, понятно или нет? Ну, от камеры зависит. Ну, как? Это не человек видит. Человек так не увидит. Если я там окажусь, я это не увижу. И он как он этого не видел? Не, ну, остается, но его здесь нет, его личности тут нет, его я тут нет совершенно. Ну, известна фамилия, дата, когда он это сделал, это все делает этот волшебный ящик с дыркой. То же самое в постановочном кино, на самом деле. Вспоминали сейчас Висконте, там у него это вот, почему Дик Богар так вот так смотрит. Он не знает, почему он так смотрит. Он просто так смотрит. От человека что может зависеть? Если у человека есть, он знает, что у него есть этот ящик с дыркой, он может знать, значит, это уже очень много. Если он знает, что у него есть этот волшебный ящик, темный ящик с дыркой, если он знает, что у него есть второй предмет такой, значит, магический, это сейчас скажу. Мы назовем это зеркалом, скажем так. Не всегда буквально зеркало, что имеется в виду, что имеется в виду то, что говорится в этой старой притче, что когда две стены одного коридора расписывали художники, греки и китайцы, китайцы расписали стену технические, безупречные, 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 прекрасные, взгляда нельзя было от фрески оторвать. греки, напротив, они свою стену не расписывали. Они ее натерли до блеска, в ней отразилась китайская стена, фреск, но только так, сказать, что еще прекраснее нельзя, просто в нее можно было уйти. Настоящий мастер, он знает, как поставить зеркало. Его как бы и нет. Его физически может и не быть в кадре. Дело в том, что эти снимки, кадры все такие волшебные получались еще из-за этого целлулоида пленки, насыщенного серебром. Понимаете? цифра это не сделает. Цифровая камера в строгом смысле это не этот черный ящик с дыркой, но в каком-то смысле он не будет снимать за человека. Вот тем людям повезло, что у них были настоящие камеры и у них была пленка. камера делала за них очень много. Они только не мешали. Они знали, что камера сделает свое дело. Когда снимаешь на цифрую камеру, надо сделать так, чтобы она работала как ну это зависит конечно от того, что ты снимаешь и где снимаешь и о чем снимаешь, чтобы это было чтобы это снова чтобы это была не цифра а этот черный ящик, темный ящик с дыркой. Вот это как я знаю, что можно снимать на цифровую камеру так, как если бы это был темный ящик с дыркой. но как это делать это уже опыт личный это очень личный опыт это сказать как я думаю невозможно это это только опираясь на свой опыт можно постичь есть только общие такие общие ссылки общие рекомендации что нельзя снимать при освещенном месте цифра любит на цифру на цифру чтобы она не лезла чтобы она не убивала не убивала не убивала ну не убивала то что делает вот этот темный ящик с дыркой надо снимать ну не в темноте но ну проверьте просто если посмотрите на на съемку не в темноте полной но в темное время суток там цифровая камера ведет себя как вот эта пленочная камера как этот ящик как только камера оказывается на свету мы видим клон этого клон некий реальности но это нереальность это что-то другое это нереальность но это совершенно верно это это можем говорить об этом что это реальность некая да это некая реальность но вот тут некая реальность опять же не видно и не могу я вижу реальность или снятая на это же на цифру это не было бы реальностью если снимать надо снимать на пленку стараться или снимать на цифру так вот как сказать как будто это снимаешь на пленку как будто бы как если быть пленка волшебным образом оказалось в камере я не знаю я видел цифру которая меня поражала и я не думал о том что это не не пленка я был потрясен и не думал о том что это не пленка не знаю как назвать цифра это название что происходит что она делает с реальностью я могу сказать только вот я могу только делиться ощущениями я вижу что это зло сказать ничего не могу что зло но сказать ничего не могу можно еще один вопрос вот когда вы упомянули богарта он смотрит и он не понимает но не знает почему он так смотрит но сам богарт ведь пытается как-то создать этот образ ашенбаха там или да то есть этой это ведь сознательный акт да он не мешает да он не мешает он не мешает своим глазам не мешает его мастерство сводится к тому чтобы не мешать никакой другой техники интеллектуальной или видите он это реальность цифра что-то с ней делает если бы это все было снято лучше да профессионально это было бы еще хуже а вот пленка ну место примерно одно и то же там молодой человек а тут молодая женщина но опять же это не видно понимаете при свете свет убивает реально сейчас вот электрический свет и он она просто во вновь не не бессмысленно да ну хорошо спасибо 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 а а и и и ну Субтитры создавал DimaTorzok